Привет друзья мои, итак для этого печенья понадобится сливочное масло мягкое комнатной температуры, в которое я добавляю сахар и разотру все это вместе, все граммы я напишу под видео, добавляю теперь щепотку соли и одно яйцо, теперь я добавляю молоко, апельсиновый аромат, можно любой аромат добавлять, можно натереть цедру лимона или апельсина, сейчас я добавляю разрыхлитель и добавляю просеянную муку и буду замешивать тесто сначала венчиком и потом рукой, получается вот такое мягкое неприлипающее тесто, вот такое оно хорошее, приятное очень, теперь его нужно завернуть в пленку и отправить в холодильник приблизительно минут на 15-20, чтобы оно созрело, итак тесто полежало в холодильнике 20 минут, посмотрите какое оно, и теперь нужно формировать печенье, печенье можно формировать различными способами, можно делать обычные, раскатать пластом и вырезать формочками, можно делать шарики, но я сегодня буду делать длинненькие, как палочки такие, и так вот раскатываем вот такие колбаски, приблизительно 1 сантиметр в диаметре, и я буду нарезать вот примерно вот такими кусочками, длина 3-4, можно 5 сантиметров, вот такими примерно, укладывать их на противень, который заселен пергаментом, в это время духовка уже должна разогреваться до 180 градусов, и так теперь противень отправляется в духовку, температура 180 и запекаться будет приблизительно 15-20 минут, это зависит от каждой духовки, ну в общем до румяности, вот такое печенье получилось, оно у меня выпекалось ровно 15 минут, сейчас оно немножко остынет, и я посыплю его сахарной пудрой, сверху оно немножко хрустящее, а внутри оно мягкое, вот, отлично подходит для завтрака, с молочком, с чаем, с кофе, это просто прелесть, мягкое и нежное печенье, так вот, до 30 минуты, я буду снять, в принципе, вот это вот, ест, я могу помочь, я буду снять, я могу снять, я думаю, с ними, хотя бы я буду снять, я вот так, я думаю, что я могу снять, я хочу.